В Архангельске прошла торжественная церемония награждения участников конкурса «Двинской гостиниц». Творческое состязание объединило мастеров не только нашего региона, а к центральной номинации «Сувенир» добавилась еще одна. Все подробности у Кристины Грищенко. Как выбрать лучшего, если каждый достойный этого титула? Перед жюри областного конкурса стояла архисложная задача – рассмотреть больше сотни работ от 48 мастеров. Главной идеей творческого состязания – сохранение традиционных промыслов и ремесел – стали соучастные молодые мастера, которые сумели привнести в конкурс частичку современного видения. Студенты использовали технику лазерную, пескоструйную. То есть молодежь на это откликнулась. В этом году больше было молодежи. В этом году было две конкурсные номинации. Первая – «Сувенир». Участники представляли работу авторского исполнения, а вторая – совершенно новая – проектная идея сувенира, где оценивался эскиз будущего шедевра. Важно, что традиционное искусство сейчас вплетается, и без него вообще не может быть чего-то современного. Мы должны все знать нашу базу, наши традиции, и после этого мы сможем создать новые интересные сувениры. Творчество не знает границ, и вместо планируемого областного получился межрегиональный проект. Во-первых, потому что он получил известность уже в других регионах. А во-вторых, не везде такие конкурсы проводятся. Выиграли архангельские мастера с нашего региона, но мы надеемся, что и те, кто будут заявляться из других регионов, в принципе, могут смело претендовать на лидерство в этой деятельности. В номинации «Проект на еде сувенира» диплом лауреата получила Кристина Рванина из посёлка Катунино. А в номинацию «Сувенир» победителем стала Надежда Киселёва из Новодвинска. Награждение прошло в рамках 8-го съезда народных мастеров и специалистов по традиционной народной культуре Архангельской области. Конкурс «Двинские гостиницы» проводится раз в два года. Вновь удивляться и вдохновляться будем в 2024-м. Кристина Грищенко, Валерия Державина, Александр Кузнецов. Регион 29.